Цель провокации, наверное, понятна. Обвинить Россию и выставить нашу страну ядерным террористом. Как вы считаете, как вы сейчас оцениваете в целом ядерную безопасность на глобальном уровне и вот то, как она обеспечена в России? Вот в целом дать оценку, общий абрис такой, вот как бы вы сказали. Может, в нескольких словах. Ну, понимаете, на самом деле, примерно четыре недели назад начался период, который, наверное, будет потом серьезно изучаться историками. Я не побоюсь утверждать, что в этот период мы стояли буквально в шаге от тотальной ядерной войны. Это не только мое мнение. Это мнение разделяет ряд серьезных людей, в том числе людей, которые подробно изучали Карибский кризис. Один из этих людей говорил мне, что степень опасности сейчас была выше, чем 60 лет назад, когда Хрущев отправил на Кубы советские ракеты. Понимаете, заявления наших должностных лиц позволяли думать, что со стороны России возможен тактический ядерный удар. Про признаки его подготовки я говорить не хочу. Там очень много неясного, но это все очень сильно беспокоило общество, напряженность нагнеталась. Но при этом мало кому приходило в голову, что в эти игры играет не одна сторона, а две. И никто не рассматривал, какова может быть реакция другой стороны. Она в данном случае могла оказаться, в общем, настолько конкретной, что не приведи Господь. Сейчас, слава Богу, напряжение несколько спало. Появилось два интересных документа. 26 октября в российской газете была статья со ссылкой на доклад ММО «Ядерный фактор в украинском конфликте». Ну и 2 ноября МИД РФ опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны. В этих документах градус риторики был значительно снижен и утверждалось, что Россия не планирует тактического ядерного удара. Ну и на вчерашних переговорах с Олафом Шольцем Си Цзиньпин, по сообщению агентства Синьхуа, заявил, что международное сообщество должно противостоять российской угрозе применения ядерного оружия. Это тоже чрезвычайно важно в нашем случае. Почему? Я попробую рассказать об этом позже. Вот я бы рекомендовал интересующимся прочитать весь доклад ММО Института мировой экономики и международных отношений. Это очень серьезное учреждение. Его руководителем был, например, Евгений Максимович Примаков до своего ухода в руководителя разведки. Действительно интересный доклад. Но вообще, если отбросить в стороны все реверансы, то содержание этих документов, особенно доклады ММО, можно свести примерно к следующему. Первый тезис. Наши руководители иногда несут чушь. Второй тезис. Но вообще вы их не так поняли, а они совсем другое имели в виду. Ну и третий, самый главный тезис, что мы белые, пушистые и ничего такого не собираемся. Ну и хорошо. По поводу руководителей, вот одна ремарка. У нас почему-то относятся к заявлениям Дмитрия Анатольевича Медведева как к чему-то трагикомическому. Но я напомню вам, что Медведев является важным должностным лицом. Он заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А европейцы с американцами, они мыслят примитивно-бюрократически. И для них Медведев второе лицо после Путина. По служебной иерархии Совета Безопасности он выше Николая Платоновича Патрушева, например. Который только секретарь Совета Безопасности. И если Медведев что-то такое нехорошее сказал, и на следующий день российская газета не сообщила об его отставке, ну, например, по причине тяжелой продолжительной болезни, то люди на Западе воспринимают это как официальную позицию российского руководства. Вот как-то так. Россия должна научиться работать. Иснует верность того, что Российская Федерация может развернуть в себя на территории производство этих иранских дронов. В условиях санкций, санкционного тиска и перекрития фактически кордоней для поставки певной продукции, наскільки это зараз ускладнить Российской Федерации как раз логистику и разгортание этих заводов? Ну, тут залежать от того, как будут дотримоваться санкций, потому что, зрозуміло, что есть певная позиция и Китая, который может поставлять певную продукцию как в Иран, так и в Россию. Тому тут світова спільнота має згуртуватись стосовно вирішення цього питання на дипломатичном фронте и все-таки уже просто контролювати ті санкции, что уже оголошены. Потому что есть разные товары подвейного призначения. Зрозуміло, что Иран налагодил очень широкий виробница, широкий спектр, как ракет, так и без пилотных аппаратов, и вийшов на цей тяньовый рынок зброи и может себе позволить продавать Россию сам, находясь в такой ситуации постійно на пів войны с Саудистской Аравией, с Израилем. Тому питание в том, чи Россия знайде собі партнеров и союзников для того, чтобы збирать. Ну, скажем, на правду, что в России и свое виробничество налагоджено, у них велика лінійка теж БПЛА, в тому числі ударного типу, в тому числі і з значно кращої якості і кращих технологій. Це, зокрема, баражуючий боеприпас їхній «Ланцет», який має навіть відеоголовку, яка показує, власне, злучає ціль. Тому питання в тому, як дійсно дотримовуються санкции, простою мовою. В командуванні повітряних сил на цьому тижні натякнули на те, що поки що в Україні немає достатньої кількості ось цієї розгорнутої протиракетної оборони, яка була б здатна збивати іранські балістичні ракети. І на цим треба ще працювати. Але тим не менш, от в мене питання, а звідки у Ірана стільки видів ракет з'явилося за ці останні 30 років? Хто взагалі допомагав Ірану, щоб ці ракети там збирати і конструювати? Ну, Іран сам по собі обходив санкції різними шляхами, співпрацював з країнами Європи, зокрема, купуючи там деякі товари, Китай. Ну і безумовно, хто як не одвічний союзник по своїй вертикалі зла, скажімо так, це Росія зрозуміла, що ті ж самі ракети іранські, які порівняно, начебто, і недавно випущенні Ірану, ну ці ракети, про які йде мова, балістичні, 300 і 700 кілометрів в дальності застосування. Це розробки старі радянські, ще 60-70-х років, які Іран взяв ті проекти і зробив щось своє, щось десь домодернізував, щось зробив. Ну, не скажемо так, що вони там мега круті, так, що треба перевірити, ну, не хотілося б перевіряти, так, потужність цієї зброї, але, ну, є, ну, певні питання, як вона може ефективно працювати, як вона може, наскільки влучно вони можуть вражати цілі. Тому не хотілося б так бачити їх на території близької до України, ну, але ж, якщо реальність така, що дійсно вони можуть туди потрапити, і те, що говорили, так, командування повітряних сил, що немає, ну, не те, щоб засобів проти ракетної оборони недостатньо, їх просто немає, тому що ми це неодноразово говорили, що і система, лініше, оперативно-театричний комплекс російський, Іскандер, так, Іскандер-М, це теж балістична ракета, ну, яку фактично збивати неможливо, немає засобів, які збивають балістику. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую за перегляд!